Всех приветствую, я Донис, мы продолжаем проходить Дайн Клай 2, и мы работаем почтальоном. Этот город приютил немало организаций, среди них выделяется гильдия курьеров. Поначалу кажется, что это обычные курьеры, но не всё так просто. Настоящий курьер должен быть силён и вынослив. Работка как раз для меня. Доставьте почту в отмеченные места, и вот тут рядышком первое место. Где-то тут. А это мы как раз в баре. Не могу пройти мимо торговца. Вот, и не зря. Клок пирамиды какого-то. Похоже, его создание вдохновлено какой-то видеоигрой. Блин, а какой видеоигрой? Пирамиды головой вообще Сайнхиле были, но оружия такого не было. Что-то японское по-любому. Сейчас кто-нибудь там... Как можно такое не знать? Это же легендарный меч какого-нибудь там легендарного чувака. Кстати, снаряжение седьмого уровня в продаже. И я могу его использовать. Ну, синее, нафиг оно нужно? А, но оно непрокачиваемое. Интересно. Тащи сюда свою жопку, красавчик. Не для тебя моя жопка цветет. Внимание, внимание. Так, ну что, ну да, конечно, добивай тут все. Возьмем место этого топора прекраснейшего. Этот клинок пирамиды какого-то. Двуручное тяжелое оружие. Ну, я думаю, всех ваншотить будет. Это курьер. Вам послание. Спасибо. Ну, наконец-то. Пардон? Это от моего парня. Он, наконец-то, ушел от жены. Зараза. Поздравляю. Мы с женой давно живем порознь. Она все понимает. Я рад, что Лен набрался смелости поговорить со своей женой. Теперь мы сможем жить, как хотим. И тут радужные. Уже зомби вокруг, а вы все туда. Гузнолюбцы. Так, мне сказали, что рядом контейнеры с ингибиторами. Это что у нас тут? Рядом контейнер с ингибиторами. Ничего такого прямо крутого нету. Поэтому надо посмотреть. А сверху или снизу, интересно? Как понять? Сверху, видите? Вот та вот. Надо как-то туда перелететь. Сейчас мы спикируем с самой вершины. Ух ты. Красота-то какая. Ух ты. Это было очень close. 10-го уровня испытания. 6 минут, нифига себе. 4,40 на золото. Но это уж как-нибудь потом. Так, ингибитор. Где-то тут он должен быть. Куда же вы заховали-то его? На этаж ниже. Вот он мой хороший. Один? О, и можно улучшиться. Прекрасно. Прокачиваем здоровье. Потому что проблем с энергией у меня уже давно нет. Ну, в принципе, у меня ни с чем проблем нет. О, что это там снизу такое? Что-то коллекционное. Надо собрать обязательно. Такие штуки нельзя пропускать. Вот. Записка. Письмо. Никогда не отпускай. Среда. 22 ноября 2023 года. Анжела. На момент написания этого письма прошло 100 дней с тех пор, как я в последний раз видел тебя. Крис и Марта советуют мне все забыть. Что в этом нет смысла. Что ты наверняка... Я не верю, что ты умерла. Я чувствую твое присутствие. У нас всегда было что-то общее. Я знаю, что ты все еще здесь. Я просто не знаю где, но я найду тебя. Если ты вернешься сюда и прочтешь это письмо, ты будешь знать, где меня искать. Может быть, я чувствую твое присутствие, потому что ты превратилась. Я этого не вынесу. Вау. Интересно, он нашел ее? Маловероятно. Но, видимо, очень сильно любил. Так. А давайте-ка вот сюда залетим. Попробую это испытание выполнить наконец-таки. Теперь-то я прокачал способность. Пинок в прыжке. Красота. Чем там занимается отдел доставки? Не так уж сложно доставить лампочки. Отдел доставки занимается выполнением испытаний. Самые лучшие товары здесь. Офигенные испытания, но очень сложные. Так, ребятки, идем сюда. Ну, вы че? Красота. Идем, идем, не задерживаемся. Вот так вот. Вот как. Прямо вдалбливаю их туда, в эту мясорубку. Блин, мне тоже досталось. Давайте, ребята. Вас там не хватает. И ты давай. Блин, это там срет. Скотина. Холера. Надо постоянно двигаться, чтобы за мной шли. Зараза. Застрял. 75. Мало. 80. Этот насрал там. Блин. Блин. Ну, ладно. С первого раза я и не надеялся, что пройду. Чуть-чуть. 97, блин. Ну, тактика работает, видите? Совсем чуть-чуть не хватает. Совсем вот писечки прямо. Крак. 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 КОНЕЦ Ребят, давай идем со мной КОНЕЦ Ребята, давай, не стоим, не стоим Идем, идем, идем Да! Да! Я это сделал, блин, тютелька в тютельку Прямо вообще жесть Это очень туго было, очень сложно Поверьте мне, я долго мучился Ох Но этот удар выручает, конечно Очень сложное задание По крайней мере для меня Может я не понял какой-то простой способ там Главное выполнил Так, это никому сдавать не надо теперь Просто выполнил и хорошо Ну ладно Так, а нам надо ставить почту Можете ли портнуться Если в других играх, я думаю, может долететь Все-таки быстрее будет, пока там загрузится Тут мгновенная загрузка Не знаю, кто-то говорил про это, но это же революция Просто вот такие загрузки быстрее Это было бы даже лучше Ох, какой гигантский этот корабль Каждый раз так далеко бежать надо В самые глубины заходим Тут ремонтная мастерская, можно кстати поторговать Какой-то жопу мира зашли У меня для вас письмо Наконец-то Простите, старался доставить его как можно быстрее Я не на тебя свержусь, а на сына От него неделями нет писем Я уже решил, что он умер Совсем забыл отца Я благодарен тебе, курьер Вообще как-то странно Такое ощущение, что Эйден вот так хотел этим делом заняться Вот с чего вдруг Почему его так тянуло стать почтальоном Просто это как-то странно выглядит Ему все говорят Нафиг ты сюда пришел Не надо это тебе А он все равно Нет, я хочу, я хочу Я старался Почему это так Ооо, мы не зря сюда пришли Кассета Для Алисы номер пять Но опять же, будем искать сначала один Видимо, это по всему кораблю разбросано Привет Я из гильдии курьеров Принес письмо для Барри Мам Мама Письмо от папы Осторожно Не порви его, когда будешь открывать Не порву Обещаю Благослови тебя Бог Ты порадовал моего сына Ооо, и славно В каком мраке они живут Эй, Дрискл Работа сделана Посылки доставлены Вот это я и хотел услышать Заходи У меня есть кое-что для тебя Не забывай Ты всегда можешь воспользоваться метро Ну вот, уже лучше относится Это я из легенды О Зельде, да? Меч Которую я, кстати, пока не играл Вроде она на ПК там выходила Ну, блин, столько игр разных интересных На все не хватает времени Какая прекрасная квартирка тут Посмотрите И музычка играет Библиотека Ну-ка ж Действительно библиотека Посмотрите История шифров Шифровальные устройства или машины Использовались для шифровки И расшифровки сообщений Первое шифровальное устройство Было создано еще древними греками Около 400-го года до нашей эры Для тайных переговоров Между военачальниками Это устройство, называемое Скиталой Представляло собой цилиндр И узкую полосу пергамента На пергаменте писалось сообщение Затем обматывали вокруг цилиндра По спирали О, как Я слышал про такие, да? Насуре Скитале Шифровальный диск Инструмент для шифровки и дешифровки Разработанный в 1470 году Итальянским архитектором и писателем Леоном Батиста Альберти Он сконструировал устройство Получившее название Шифровальный диск Альберти Состоящий из двух концентрических круглых пластин Установленных одна на другую Внешняя большая пластина была неподвижной А внутренняя малая Подвижной Ну как Возможно задание какое-нибудь будет С расшифровкой И это нам понадобится Ну я не удержался заглянуть Видите, вот металлолом не могу купить Я всегда к твоим услугам Потому что его 999 Надо срочно что-то поделать В первую очередь ножи метательные И пользоваться ими Вот так вот Можно бумстик сделать, между прочим Вот куда много металлолома уходит Хорош Может даже перестарался Так, ладно Нам рекомендовали воспользоваться метро Так и сделаем Я так понимаю Там где-то снизу есть проход Ага, вот Так, куда-то я слишком высоко забрался Не? На самый верх Вау, интересное место Аааа, это самое начало Помните мы с Лан сюда выходили Когда только пришли в этот район О, кассета тут Дневник ночного бегуна 5 Ну что, послушаем А нас третьей кассеты нету Ее найдем, тогда послушаем Я так понимаю Третья все-таки вот здесь находится Я ее тут не нашел Возможно, вот место есть И вот еще Надо будет вернуться Тем более электростанция там Никому не отдана И как тут спускаться? Третья Субтитры сделал DimaTorzok Короче, лифт нам не подходит Может в этом ваша проблема, умник Если тебе это нужно, то повторяй за мной Хорошо, погнали Я, вступая в гильдию курьеров Я, вступая в гильдию курьеров Клянусь в равной степени служить всем жителям города Клянусь в равной степени служить всем жителям города Преодолевая опасности доставлять порученные мне письма И делать это с честью и достоинством в соответствии со всеми стандартами Гильдии Курьеров Властью, данной мне Гильдии Курьеров, объявляю тебя ее членом и присуждаю ранг новичка Добро пожаловать, умник! Ну неужели? Дай знать, когда сможешь приступить Как у него отношение поменялось, кто говорил, ты точно не станешь, а теперь ты неплох О, торговать можно? Дрискал, я готов. Есть работенка? Да, но сперва хочу рассказать тебе об истории Гильдии Окей Я увлекаюсь историей Ты знал, что первая почтовая система была в Египте? Еще в 2400 году до нашей эры Не знал Ага, так фараоны рассылали свои указы, создавая сеть Подумай о древней традиции, которую ты поддерживаешь, доставляя письмо Обязательно Уж постарайся, умник Теперь доставь сообщение Оно помечено как срочное Поэтому ты по пути ни на что не отвлекайся Будет сделано Таймер, что ли, будет? Курьеры 1 Совершите доставку в отмеченное место Окей Ну раз так это все прозвучало Надо было и таймер уже добавить В смысле, почему? Вот Смотри-ка, курьеренок Вот тебе и элитный отряд Пилигрим Ну нахер У тебя проблема? Лучше тебе не становиться моей проблемой Насколько мы знаем, ты вот-вот станешь следующим Дереком Могу стать кем? Что ты вообще несешь? Не бери в голову, курьеренок Просто не суй нос, не в свое дело Я за тобой слежу Отлично, тогда ты увидишь мой средний палец Шикарно Курьеренок, оказывается, еще и комик Пиздец нашему городу Так это же с тебя началось Я продолжаю твое дело Это Джек Не обращай внимания к компаньеру Не похоже, что это будет легко Транкило Лает, но не... Кусает Так говорят Кстати, меня звать Хайме Быть курьером опасно Нас мало И мы помогаем друг другу Так ты... Пилигрим? Славно Ты многое повидал и сделал Иногда из-за... Восноватас, люди гибнут Эйден Из-за Дерека тоже кто-то погиб? Нет Дерек был обычным парнем Рисковым Мы все относимся к делу серьезно Но он... Он был... Одержим Знаешь, его преданностью можно восхищаться Хоть он и фанатик А что тогда? Оказалось, что чувак был обычным нариком Он хомячил стимуляторы и схронов, будто шизанутый пакман Из-за этого другим курьерам часто приходилось туго Что с ним стало? Его прогнали У нас тут не лицо со шрамом, а гильдия курьеров, Амиго Лишние проблемы не нужны Да, угадаю Джек поднял Бучу против Дерека И у него неплохо вышло, Амиго Не сомневаюсь Постепенно вникаем в эту гильдию Напоминает гильдии из Элдерскролса А вообще и Хорайзен Помните гильдии охотников? Там тоже история развивалась Были хорошие, плохие Тут, я думаю, примерно то же самое будет Ну что, полетели? В прямом смысле Ха-ха Так, когда энергия закончится, что будет? Просто вниз А, сейчас эту секиру испробуем Секира хана всему На свете Ну не такая, конечно, и крутая Все-таки одноручное оружие получше Секира хана всему Это здесь Гильдия курьеров, вам сообщение Я ничего не ждала О боже В чем дело? Моя беременная клиентка беспокоится о своем ребенке Она жалуется на боль, так что мне нужно осмотреть ее Просто я акушерка А почему ее муж за тобой не пришел? Господи, нет Она от него скрывается, понимаешь? Ребенок не его Даже не знаю, что он сделает, если найдет ее Никому ни слова, пожалуйста Понял, я могила Спасибо А теперь прости, мне пора собираться Жесть, какие сложности Тут ничего просто не бывает, да? Супер суровый мир Супер суровый мир Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. 95 веков назад, когда была изобретена письменность. Письменность? Ого. Специально для доставки товара. Люди отправляли глиняные жетоны, чтобы заказать товар. На каждом были насечки, указывающие, сколько предметов нужно. Значит, отправь я жетон с тремя насечками. Ты бы прислал мне три рыбы или там три шляпы? Что-то в этом роде. С этого началось наше дело. То, чем занимаются курьеры. Глубоко окопается. Значит, мы не просто посыльные. Нет. А теперь отнеси эту коробку. Осторожно. Внутри хрупкая вещь. Вообще невероятно, что эта компания тут выживает в таких условиях. А как им платят? Вот я доставил посылку, мне не заплатили. Как-то все происходит. Видимо, оплатил тот, тот отправлял. Э, тут поток какой-то. Помешал мне лететь. Зараза. Чем там занимается отдел дозда? Чем там занимается отдел дозда? У вас два сообщения? Я уже не первый раз такое слышу. Что за сообщения? Сообщение 1. Получено 6 апреля 2022 года в 14 часов 57 минут. Эй, слушай. Интересно, о чем ты думаешь? Наверное, хочешь увидеть папу, да? Знаешь что? Хорошие новости. Завтра увидишь. Ведь завтра нас выпустят из больницы. И вы друг друга увидите. Сообщение 2. Получено 13 апреля 2022 года в 9 часов 12 минут. Милый, нас не выпускают из больницы. Там какая-то чрезвычайная ситуация. Может, ты знаешь, что произошло? А еще малыш все время плачет. У меня руки скоро отвалятся все время его укачивать. Тихо, маленький. Все хорошо. Заберешь нас? Не хочу проводить тут еще одну ночь. Видимо, как раз, когда это все началось, она была в роддоме. Интересно, что с ней стало? Для вас посылка. Что же брат прислал на этот раз? О, очень смешно, Анжело. Что такое? Часы. Разбитые. Это не я. Ты тут ни при чем. Он отправил их разбитыми. Это его маленькая шутка. Не понял. Мой брат Анжело циник. Мне восемьдесят четыре. А он на год меня моложе. Поэтому он и прислал разбитые часы. Кому теперь нужны часы, особенно в нашем возрасте? Что сейчас значит время? Можешь точно сказать, какой сегодня день? Эм, не могу. Именно. Сейчас просто еще один день после вчерашнего. И так будет, пока не умрем. И это смешно? Ну, Анжело пока не тянет на звезду комедийного клуба. Если они еще есть. Но этот старик находит это забавным. Спасибо тебе, сынок. Нам время не имеет значения. Жизнь имеет. То же самое будет, да? Сообщение 1. Получено 6. Аминь. Можешь сделать еще одну зарубку на своем глиняном жетоне. Чудаковатый был старик. Флавио. Нормальный. Да, они с братом Та еще парочка. Старые как мир. Наверняка застали Месопотабию. Впрочем, не все наши клиенты такие забавные. Увидишь. Если захочешь поработать еще. Приходи, когда будешь готов. Чего там чудаковатого был? Нормальный старик. Если уж чудаковатый, то про брата можно было сказать, который часы отправлял. А он-то вообще нормальный. Ну что ж, на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.